Привет! Обратите внимание на платный телеграм-канал Андрея Верникова. Это полезный ресурс для инвесторов и трейдеров. Ссылка на него будет в описании. Александр, день добрый! Добрый день, Андрей! Вы впервые на моем канале. Пожалуйста, о себе расскажите. Да. На рынке я достаточно давно переживал разные периоды. Рынок и вешал мне корону на голову, и очень больно ее снимал. Особенно больно было в 2008 году, после жирных 2005-2007 года. Какое-то время я работал в инвестиционных компаниях, в том числе с клиентскими средствами. Сейчас жизненная необходимость заставляет меня где-то держать кубышку. Я думаю, она есть у многих. И, соответственно, я вынужден ее как-то инвестировать. На фондовом рынке бумагами я не закупался года три, наверное, потому что побаиваюсь покупать акции в текущий момент. Держу деньги в достаточно консервативных инструментах. Этим летом я немножечко попробовал поспекулировать с фьючерсом рубль-доллар от ланга от 50 рублей. Сначала заработал, потом меня подраспилило, и у меня лежит немного опционов на сентябрь. Ну и, в принципе, в опционах мне рисковые инвестиции комфортно держать, потому что рынок дерганный, и средний срок в опционах для меня более комфортен. По психологии в жизни так сложилось, что я достаточно много сталкиваюсь, общаюсь с опытными психологами профессиональными и иногда с врачами-психотерапевтами. От них я приобрел базовые знания на уровне продвинутого пользователя, что делать трейдеру на рынке и какие процессы происходят у нас в голове, чтобы сохранить себя, сохранить свое ментальное здоровье. Хорошо. А вы смотрите мой канал «Верников 100 инвестирования»? Да, давно, Андрей. А вас я знаю с 2000, ну, короче, с нулевых. Да, отлично. Я, правда, в Челябинске не был, с гастролями еще нет. Вот. Но я что хочу сказать. А вы обратили внимание, что процентов 30-40 спикеров, они нуждаются в срочной помощи психиатра. У них отклонения нет? Слушайте, ну, у нас вообще статистика, что у нас процентов 30 населения имеют разные психические расстройства, ну, легкие. То есть не болезни, а расстройства. То есть это как бы нормально. А они прогрессируют. Вот снимаешь человека, снимаешь на видео, видишь, что с каждым годом он уходит в спираль. В астрал. Вы внимание не обратили, что очень много психов на моем канале? Ну, слушайте, вообще в жизни, только не в вашем канале, а вообще в жизни, особенно последние года полтора, стало много людей неадекватных. И особенно есть такая штука, американцы бьют по ней тревогу. Это сейчас в мире эпидемия социофобии. То есть это такие люди, которые в жизни, ну, грубо говоря, мальчик-колокольчик ни разу не динь-динь, но в сети они начинают творить всякие штуки неадекватные. Вот. И как бы есть такая проблема. Так, ну, давайте тогда поговорим про биохимию мозга трейдера, что там происходит, такие процессы, может, они и разрушительные. Ведь вот, допустим, вот кайф, 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 а потом уже все через меру, может пойти какое-то зарушение, нет? Ну, да, да. Давайте расскажите. Можно себя похоронить на рынке. Да, давайте сразу скажу, я рассказываю на уровне продвинутого пользователя. Давайте поговорим сначала о том, что происходит в голове, когда рынок идет в сторону трейдера, ну, или аналитика, куда он пообещал, какие биохимические процессы происходят, как они на нас влияют. У нас в голове, когда мы получаем прибыль, выделяется такой нейромедиатор дофамин. Дофамин – это нейромедиатор, во-первых, он нейромедиатор мотивации, во-вторых, это нейромедиатор, он создает некоторое эфорическое ощущение. И когда рынок идет в нашу сторону, у нас выделяется очень много, от этого дофамина. Исследований по трейдерам нет, есть исследования по лудоманам. Мне кажется, трейдер все равно животное, такой же, как лудоман. И вот у лудоманов в процессе выигрыша уровень дофамина повышается до таких уровней, как при приеме кокаина. То есть, видимо, если мы набрали позицию на всю котлету, мы вынуждены переживать такие же эмоции, как человек, который употребляет наркотики. Соответственно, какие последствия? Во-первых, это просто нужно учитывать, я сам для себя это учитываю. дофамин – это сильный мотиватор, и он заставляет нас совершать какие-то действия. Поэтому хочется выйти из сделки, перезайти в сделку, ну, то есть, что-то поторговать как-то активно, докупить, скинуть. И достаточно сильное воздействие. Во-вторых, мы начинаем излишне оптимистично воспринимать все происходящее. И как бы подробнее можно про это почитать, либо посоветоваться с врачами, с психотерапевтами, они подробнее, я думаю, расскажут. Вот это воздействие дофамина, его нужно учитывать. То есть, ну, просто нужно понимать, что иногда мы на рынке как под кокаином. Это ненормальная ситуация. Ну, соответственно, как бы, если у нас есть такой эффект, как под кокаином, ну, у кого-то не как под кокаином, послабее, у кого-то, ну, соответственно, такой эффект наступает. У нас есть и обратная вещь, провал после вот этого дофамина. То есть, так как человек, который вышел с яркого света в темноту, у нас есть древние части мозга, которые, как гопник в подъезде, начинают с нас этот дофамин трясти, вытрясать. Нам хочется, ну, кто алкоголь регулярно принимает, выпить, покушать, а потом, ну, какое-то зависимое поведение, позалипать там в телеге, причем, чтобы обязательно, ну, кликаться. в общем, произвести какие-то такие действия. я курю, мне хочется закурить. Соответственно, что с этим делать? Вот это состояние, важно понимать, что мозг, он требует дофамина, все больше и больше и больше каждый раз, поэтому и хочется наторговать с плечами и какие-то такие моменты. Американские психотерапевты, они говорят о такой штуке, как дофаминовое голодание. То есть, должно быть какое-то время, либо день, когда вы все гаджеты, какие-то пищащие, звучащие вещи, алкоголь и так далее, убираете, и у вас мозг приходит в себя. И после этого вы восстанавливаетесь и, соответственно, дальше можете адекватно торговать. То есть, после прибыли надо немножечко посидеть, вот, переждать, перетерпеть. Ага. Вопросы какие-то? Возникло у меня сравнение просто. Ага. У вас есть грамм-пластинки? Ну, в детстве были. Вот представь себе пластинка, где на виниле нарезана канавка, в которой содержится информация о звуке. Я сейчас в этом году трейдингом не занимаюсь, больше занимаюсь инвестицией. Но трейдер, он как тонарм, как иголка, звукосниматель, должен как можно лучше эту информацию, которая есть внутри канавки, считать. Вот. А если он находится в депрессивном состоянии или, наоборот, в состоянии эйфории, то этот тонарм плохой. Он даже может и бассейн считать, он даже может с канавки на канавку перескакивать. То есть нужно немножечко загрубить себя, быть немножечко автоматом, если ты занимаешься трейдингом, да? А это будет мешать, мне кажется. Это как сравнение с тонармом. Ну да, оно и затягивает. То есть, в принципе, и соцсети имеют такой же механизм и трудоголизм, или какое-то зависимое поведение. И как бы нет такого человека, ну честно, между нами и всеми вашими зрителями, у кого рынок не затягивает когда-то, рано или поздно, на каком-то этапе. То есть, все мы иногда совершаем неадекватные поступки. Просто кто-то очень быстро соображает, что у него корон на голове, его тянут не туда, и он начинает как бы лишковать. А кто-то эти механизмы не понимает, и, соответственно, человек впухает после этого. Понятно. Давайте перейдем к следующему этапу. Но это уже многие понимают, что куда может привести рынок, что это может отбросить к такому нездоровому наркотическому состоянию. Дальше что мы хотим? Как снять это? Как преодолеть? Ага. Так, ну, смотрите, если бывают разные состояния, то есть эта штука может увести и в депрессию, лучше сходить к психотерапевту, ну, либо к докторам. То есть если появляются симптомы, что человек не может уснуть, или там основная вещь, проблема со сном, просыпается в два ночи от кошмаров. Базовые такие штуки, которые помогают перетерпеть, это массаж, водные процедуры, солнечные ванны, какие-то спа-процедуры, ну, плюс какие-то медикаментозные средства, особенно после 45 лет стоит как бы находить, потому что сейчас есть относительно безопасные препараты, и как бы ну, просто чтобы что-то на полке стояло, чтобы минимизировать вред последствий после трейдинга, потому что трейдинг он по-любому у нас я вспоминаю оленника мелоксан, он мне в интервью говорит, мелоксан, гормон сна, обязательно мелатонин, ну, да, на основе этого много лекарств сделано, обязательно говорит, американское производство, самое чистое, и коньячок, ну, вот коньяк, он дофамин гробит, тогда просто мелоксан, как вы считаете, помочь, помочь, а ну, вообще, мелатонин классная штука, ну, хороший сон, это как бы первая вещь для восстановления трейдинга, а вот скажите, вот такой вопрос, когда вы стали эту тему разрабатывать, у вас жена, как я понял, профессионал, продвинутая, да, да, она в младшу, завотделением реадаптации раньше работала. Ваши результаты, они как-то улучшились, как инвесторы, как трейдеры? В последние годы я инвестирую в консервы, в консервативные инструменты, и вот в этом году я начал торговать, я, ну, как бы почувствовал, что это влияет на мой трейдинг, то есть, я понимаю, процессы, которые со мной происходят, и я, соответственно, предпринял меры, и, в принципе, все прошло. Единственное, рынок ушел в боковичок, эксперимент я не продолжил, но так у меня появились новые модели поведения, то есть, я набрал долларов, фьючерсов на доллар, и оно перло неделю в мою сторону, ну, то есть, соответственно, всю эйфорию я пережил, причем перло очень сильно, серьезно, как бы, некоторые моменты, то есть, я отфиксировал прибыль, закрыл комп, пошел, у нас рядом стадион, погулял, отдохнул, они мне вот по этому году помогли не допустить тех ошибок, которые я допускал ранее. У нас тоже рядом стадион, надо же мы как спадаем, только я что-то туда еще не дошел. Ага. Тоже это нужно как-то в контур включить, в контуры инвестировали, в контуры трейдинга стадион. А, ну, я вам вот вторую часть могу рассказать, когда рынок идет против, фас. Вот там стадион, вот он как раз нужен больше всего. То есть, мы разобрали, когда рынок идет в вашу сторону, он вас подсаживает на этот дофамин. Есть второй момент, если рынок идет против фас, ну, либо пилит в сторонке, по-настоящему еще третий момент есть. Если рынок идет против фас, у нас у людей происходит такая реакция, бей или беги. У нас начинается выброс разных гормонов и нейромедиаторов, и один из них, это такая штука, называется кортизол, гормон стресса или гормон смерти его называют. и из-за этого кортизола у нас появляется много лишних мыслей в голове, мы начинаем накручивать себя по разным поводам. У нас кортизол это причина многих болезней, то есть к врачам, наверное, половина тех, кто обращается в первичный прием, это болезнь из-за нервов. Во многом виноват вот этот кортизол. И иногда при торговле мы вынуждены терпеть, когда рынок идет против нас. То есть мы купили бумагу и она идет с откатиками, ну как бы все откаты мы проторговать не можем. Соответственно, что делать с этим кортизолом? Его нужно сжечь. То есть вот если у вас такое состояние, признаки это сердцебиение, потливость, ну про кортизол лучше погуглить отдельно у каждого свои симптомы. Нужно либо производить какую-то дыхательную гимнастику, чтобы вот эти все выброшенные нейромедиаторы и гормоны у нас сгорели, либо вот как раз пройти погулять по стадиону. Он у нас сгорает и в принципе мы относительно не гробим свое здоровье. Александр, давайте мы тогда попросим наших зрителей, откроем небольшую тайну, что у нас есть и другие идеи проведения интервью, насколько это интересно, пускай напишут они в комментариях, насколько это интересно, вот эта тема, которую мы сейчас поднимаем. так, Андрей, информацию еще по одной эмоции, когда рынок идет против нас, и что делать, и по выгоранию. Давайте, давайте, я вас не перебиваю, просто я пока не забыл, что нам очень нужна обратная связь. еще момент, когда рынок идет против нас, это такая вещь, чувство вины, оно часто нам навязано, с детства часто бывает, там, в школе или родители и так далее, и из-за этого чувства вины мы его иногда так боимся, что не можем закрыть сделку, потому что боимся это чувство вины, сделку в убыток не можем закрыть, или начинаем отыгрываться, либо лишь бы вот это переживание не затрагивать чувство вины, если у человека есть такая вина, лучше от нее избавляться, здесь лучше как-то либо самому порефлексировать, откуда она у него взялась, либо как-то с психологом, с психотерапевтом короче от этой вины лучше избавляться. И как бы третий момент в рамках их темы есть еще такая вещь эмоциональное истощение, когда мы переторговали и у нас вообще нет никаких эмоций, то есть организм может он уже никаких гормонов, никаких нейромедиаторов не выделяет, вот в этом случае лучше отдохнуть, то есть вот это состояние надо фиксировать, потому что дальше ну как бы психике крышка настанет, психике здоровья. то есть очень важна какая-то самодиагностика, да, потому что многие люди могут войти в штопор и не понять, что они вошли, но потерять тело самолет, ночной полет, да, летчик не может по приборам ничего поделить, и в общем врезался в землю, не может ориентацию, пространство поддерживать, такой вот человек не может самодиагностироваться и входит в штопор. Ну, мне кажется, все, кто долго прожил на рынке, они как-то самодиагностируются, как-то этот процесс знают, ну, для новичков, да, наверное. Вот, еще, что подумал, вот вы говорите, очень сложный момент, когда действительно, ну, рынок не показывает никакого направления, бывает это две трети движения, да, а люди уже подсажены на какие-то эмоции, вот, и они в поисках эмоций приходят на канал Верникова, и покажи нам какого-нибудь зелма клоуна, им уже все равно, откуда эти эмоции выжимать, но они уже привыкли получать какие-то эмоции. Да, тут есть еще тема такая, ну, это тема для отдельного разговора, это как бы базовая вещь, она есть у всех у нас, у всех у нас есть какие-то подавленные эмоции, ну, то есть, например, человеку там в детстве сказали, что злиться нехорошо, он где-то в глубине души злится, но это дело, ну, как бы, не умеет выплески, то есть, он не может признаться, я там злюсь, пойду, ну, грушу боксерскую поколочу, или там подавленная радость, там, много будешь радоваться, ну, короче, вот эти вот моменты, у многих людей, ну, большинства из нас, я вот был октябренком, мне психику травмировали, там, в этой школьной форме, одинаково у всех, вот эти эмоции есть, и люди часто приходят вот эти подавленные эмоции выплеснуть. Понятно, но это все опять искажает, это опять плохой интернарм, который не сможет потом полностью считать пластинку, чтобы 20-20 Гц, чтобы гармония полностью канавку считать. Скажите, Александр, а у вас есть какой-то ресурс, и чтобы люди вам вопросы задавали, или что-то почитать? Да, Андрей, у моей жены есть проект онлайн-консультации психологов, раньше мы до санкции работали на экспатов, наших бывших жителей, кто живет за рубежом, сейчас он немножечко ужался, запускаем рекламу на Россию, платежи за рубежа перестали проходить, если опубликуете ссылочку в описании, будет круто, и как бы, если можно, сразу скажу такой момент, многие попадают на некачественных психологов, боятся, в общем, что делать, когда человек обращается с психологом, нужно пойти к психологу, чтобы его там не кинули, потому что в большинстве случаев психолог берет деньги и как бы в уши дует. А у любого психолога, как при заказе любой сложной услуги, например, продвижения сайта или услуг юриста, вначале лучше попросить диагностику. То есть, например, продвижение сайта, вам человек дает список работы или юрист дает какой-то список, что будет делать. Также с психологами у них есть там различные опросники, рисуночные методики и так далее. Они достаточно прозрачно помогают узнать как раз есть ли там подавленные чувства или какие-то еще моменты. И когда у человека уже есть наглядная диагностика, он понимает, что вот у меня там подавленная злость или еще что-то, ему проще работать с психологом. И психолог собственно ему четко может объяснить план работы, что они собираются делать. Вот в Ницевом есть первичная консультация психолога, где можно все это обсудить, получить первичную диагностику. Она стоит всего 500 рублей. Все, спасибо большое, Александр. Но еще раз, зрители, пожалуйста, напишите, понравилось вам, не понравилось, потому что тема достаточно новая, до моего канала, поэтому мне очень интересно. Вам спасибо огромное, Андрей. Я очень рад, что пробрался к вам на канал, потому что побывать у Андрея Верникова в эфире для меня это очень круто. Да, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok